Я Калмановский, человек науки, популяризатор науки и самый увлекательный рассказчик о науке. Вы сейчас меня ставите лицом к лицу с этим моим свойством. Когда наступит массовая чипизация. В очень близком будущем исчезнут дисплеи и мониторы. Мы сможем, закрыв глаза, увидеть то, что мы сейчас видим на дисплее. Насколько это серьезный научный прорыв. Это вообще древняя война между бактериями и грибами в почве. На самом деле, последствия могут быть непредсказуемы. Может быть, эти свиньи немножечко рассказывают нам про наше будущее. Я вас слушаю немножко с ужасом. Впрочем, вы имеете полное право мне не доверять и считать, что меня послал искусственный интеллект. Черт! Своя аудитория будет переключать канал моментально и отписываться от тебя. Вот о чем я и подозревала. Я Калмановский, человек науки, популяризатор науки. И, на мой взгляд, самый увлекательный рассказчик о науке. Илья, здрасте. Здрасте, Савико. Я хотела начать с открытия, которое мы имели возможность сделать на этой неделе. Вот когда смотришь на мир через призму ленты Фейсбука, то кажется, что сторонников научного подхода, сторонников рация, доказательной медицины, ну, может быть, и не большинство, но это какое-то очень заметное, все же довольно многочисленное меньшинство. Ну, мне так казалось. А если закрыть Фейсбук и отправиться в любой московский ресторан, а они сейчас обезлюдены вообще полностью, то кажется, что таких, как вы, Илья, ну, реально единицы. Что происходит? Ну, вроде бы в Москве как бы выдано 2,5 миллиона QR-кодов. Где все эти люди? Вы имеете в виду, почему люди не прививаются? В этом вопрос. Ну, мне кажется, что трудно было бы скорее найти причину, почему бы они прививались. Мне кажется, что если посмотреть на то, как была построена компания информирования, то, по-моему, было сделано все для того, чтобы люди не захотели привиться. С начала 20-го года все основные государственные каналы говорили, что это западная истерия, что это фейк, что это выдумка. А потом в течение всего года, конечно, очень недорассказана была история этой трагедии. То, сколько мы людей потеряли. У России чуть ли не самая большая в мире избыточная смертность за 20-й год. Все эти трагедии, они остались в семьях, да, все похоронили своих близких. И у нас не было какого-то общего разговора на эту тему. И все эти врачи, которые погибли, этого всего как бы нету, да, у нас все очень благополучно. Я слышал, что к выборам должно стать еще более благополучно, и что должно просто не быть пандемии в нашей стране. И это на одной чаше весов. На другой чаше весов отношение к вакцинам и к вакцинации. С одной стороны, как правильно отмечают многие аналитики, это во многом такое вотом недоверие к власти. Это что-то, что нам спустили сверху. Вот это то, как люди голосуют своим телом. И здесь нужно от человека активное действие. Это с когнитивной точки зрения очень важно, то, как устроен наш мозг. Одно дело просто молча поддерживать какие-нибудь пропагандистские мифы по другим поводам и просто кивать, глядя в телевизор. Другое дело пойти и сделать активное действие еще и со своим телом. И здесь вот мы видим, как люди реально голосуют. Тут мы видим, что люди не доверяют. И последний гвоздь, мне кажется, в гроб компании вакцинации был вбит, когда по основным центральным каналам шла пропаганда против Пфайзера и Астразенека. И раздувались все эти случаи, которые случаются, один на сто тысяч. Это очень раздувалось, потому что шла такая политическая война против западных вакцин. Люди сделали вывод, что вакцины, в принципе, опасны. Убедить их в этой ситуации доверять нашим вакцинам очень сложно. Известно по опросам, что российское общество самое вакцинофобное в мире. С двукратным отрывом от нас следует США. Люди, которые категорически никогда не привьются, это 38%. Это очень много. И у этого есть причины, которые я сейчас перечислил. Science назвал самым важным научным достижением 2020 года сверхбыструю разработку вакцины в рекордные сроки. И их мотивация очень понятна. Круто, когда наука спасает миллион жизней здесь, сейчас. А не где-то там в отдаленном будущем. Но вот если посмотреть на эту гонку вакцинного вооружения в масштабах как бы десятилетия, насколько это серьезный научный прорыв? Это некоторый зачет, который прошла наша цивилизация. Наша цивилизация подошла к пандемии как довольно хорошо готовый студент. Если говорить про, по крайней мере, ученых. Это тысячи ученых в мире. Это сотни научных групп, из которых десятки пришли к финишной черте с готовой вакциной. Это научные группы, которые использовали наработки, которые у них возникли в прошлое десятилетие. И в этом смысле наша цивилизация получила такой действительно потрясающий зачет. В этом смысле действительно на нашем с вами веку, наверное, самое большое событие, покрупнее, чем отправить человека в космос. Россия как бы один из участников в этом научном прорыве. Как вы это оцениваете? Ну, чтобы не говорить, да, спутник – это достаточно эффективная вакцина, точно ничем не хуже, чем все остальные, которые разрабатывались. Вот как вы объясняете, что, например, страна, где наука с 90-х вроде как бы поставлена на колени, страна орбидола, гомеопатов, да, где там на РНД тратится на порядка меньше, чем в большой фарме. Вдруг вот такой прорыв на самом важном направлении. Это очень хорошо сформулированный вопрос, и вы совершенно правы в основном посыле. Это действительно чрезвычайно эффективная и безопасная вакцина, и она явно должна войти в шорт-лист мировых вакцин. И ученые за это борются, правда, у них чрезвычайно мало опыта с нормальным оформлением своих исследований и нормальным оформлением и подачи досье. И это большая и сложная культура, и мы плохо умеем это делать. Мы плохо умеем разговаривать с международными регуляторами и международным научным сообществом, убеждаясь в том, что то, что мы сделали, работает. Ну, к счастью, вышло большое аргентинское исследование на трех миллионах людей, и оно сделано по нормальным международным стандартам, которые показывают чрезвычайно высокую эффективность и безопасность этой вакцины. Как так вышло? Ну, не добили. Да, это ясно, что есть еще довольно много ученых, в том числе и молодых ученых, которые к этому моменту подошли с достаточным вооружением. Они работали по международной технологии, про которую в последние 20 лет считали, что это самое перспективное направление разработки вакцин. Ну, одно из двух самых перспективных. Это вот эта аденовирусная технология. И они ей владели к этому моменту. Они пытались сделать две другие вакцины от Эболы и от гриппа. И у них не получалось, причем не получалось в основном на уровне взаимодействия с регуляторами, даже с внутренним регулятором, с Минздравом. И они недалеко ушли с теми двумя разработками. Именно в момент, когда возникла пандемия и возникли данные о новом вирусе, и китайцы выложили его геном, и появилась возможность взять из него кусок, отвечающий за шип, они просто очень быстро сделали то, что они сделали. И дальше им на руку еще сыграло, что условия войны, экстремальные условия, дали зеленую дорогу. Они, нарушая все этические нормы, сделали вакцину сначала себе, своим студентам, солдатам. Все это противоречит международной практике. Но этим способом они пробили тот барьер, который они долгое время не могли пробить. А именно они набрали достаточное количество людей, чтобы показать эффективность и безопасность. Они в этот момент оказались теми самыми победителями, которых не судят. Еще один повод для теории заговора – это ревакцинация. Многие говорят, что опасно ревакцинироваться той же одновирусной вакциной, что и первая прививка. И вот вы как считаете, вы чем вакцинировались и чем ревакцинировались? Как по-вашему надо быть? Ну, я научный обозреватель, и мне в этом смысле моя работа состоит в том, чтобы говорить с экспертами и следить за основными публикациями в рецензируемых журналах. И здесь все просто. Это один из примеров, по которым как раз есть консенсус и нету большого разнообразия мнений. Ученые уверены в том, что повторное введение любых вакцин не должно вести за собой какие-нибудь специальные последствия. Это не опасно, и для этого не нужна никакая специальная стратегия. Вопрос в том, целесообразно ли это. Это всегда вопрос не безопасности, а эффективности. Последние данные показывают, что третий шот действительно повышает количество нейтрализующих антител в крови. Это первый ответ. И второй, что ученые считают, что это вряд ли нужно массово. Это, судя по всему, работает. И, судя по всему, в масштабах пандемии, в масштабах человечества нам пока не нужен третий шот. Нам очень важно привить всех людей первыми двумя шотами. И в этом смысле мы очень отстаем. Вакцину ученые сделали, а привить человечество мы пока не сумели. Нет, не вредно прививаться снова теми же самыми вакцинами. Высказывалось мнение, что если вы привились векторной вакциной, то есть вакциной, в которой есть вирус, который доставляет информацию в ваш организм, информацию про коронавирус. Типа нашего спутника. Да, типа нашего спутника или астрозенеки. В этих вакцинах используется вирус. Он когда-то в прошлом вызывал у людей простуду, но 20 лет назад был специальным образом кастрирован в лаборатории. И с тех пор используется как вектор. Высказывалось мнение, что второй раз организм не пустит в себя этот вектор. Ну и поэтому разработчики спутника, например, сделали для двух шотов два разных вектора, для того, чтобы они хорошо заходили оба. Вряд ли у человека одновременно будет иммунитет против обоих. Но я немножко в это погрузился и выяснил, что оказывается, люди, которые работают в этой области, которые работают с векторами уже десятилетия, уверены в том, что память против этих векторов длится всего несколько месяцев. Я могу какую-то другую вакцину уколоться? Или вот если человек колется одной вакциной, то дальше бустеры тоже лучше вот этой вакциной использовать? Наоборот, в мире уже прошло довольно много исследований, несколько, по крайней мере, исследований комбинирования разных вакцин, и они показали большую эффективность. И у этого простая логика. Каждая вакцина дает вам немножечко разный репертуар средств защиты. Ваш организм получил инструкцию, он узнал, как выглядит коронавирус, и он выработал какой-то арсенал, и поставил его на полку, и готов его использовать, если на вас нападет коронавирус. Каждая вакцина дает немножечко разный арсенал. Чем разнообразнее арсенал вашей защиты, тем лучше для вас. Особенно в перспективе столкновения с меняющимся вирусом. Представьте, что дальше вирус начал меняться, и какие-то из ваших оружий окажутся неэффективными против него. Но вирусу очень трудно так измениться, чтобы все виды вашего оружия оказались неэффективными, если у вас на полке стояло 20 разных арбалетов. Поэтому комбинирование вакцин только полезно. Смотрите, вот одной из главных причин еще паники, которую охватил МИЛ в 2020 году, это все-таки неожиданность. И вы рассказали, что теперь нам надо как бы опасаться бактерий, что в наших отношениях с ними был долгий период, такой золотой век. Сейчас нас ждет такой серьезный кризис, потому что они накопили резистентность антибиотикам. Расскажите вот про эту гонку. Что происходит? Кто в ней лидирует? Я только сразу заотмечу, что ученые больше все-таки боятся вирусов и новых пандемических вирусов. И эволюции этого коронавируса, и возникновения новых опасных пандемических штаммов от летучих мышей. С другой стороны, вот вы упомянули эту вещь, действительно есть у нас другие еще враги на этой планете, это бактерии, которые тоже умеют нас убивать. И действительно, со временем изобретения антибиотиков у нас было несколько, даже много десятилетий, когда мы как-то очень решительно взяли над ними верх. Мы очень хорошо умеем лечить бактериальные инфекции антибиотиками. Практически сразу же нам стала грозить резистентность бактерий к антибиотикам, потому что это вообще древняя война и не наша война. Это война между бактериями и грибами в почве. И бактерии умеют защищаться от антибиотиков, которые выделяются грибами. И действительно, ученые предупреждают, что нас ждет закат эры антибиотиков. И это не будет какая-то эпидемия, в отличие от вируса. Это просто будут ситуации, когда все чаще и чаще, как правило, в больницах люди оказываются лишены вот этой защиты, о которой я сейчас говорю. Антибиотик не сработал, и разные инфекции будут все более и более устойчивы и все быстрее распространяться. И здесь есть комбинация неблагоприятных для нас вещей. Во-первых, мы постоянно выращиваем эту резистентность. Есть много стран, где вместо здравоохранения антибиотики, где люди просто гасят вспышки, например, ТИФа, вместо того, чтобы чинить канализацию, гасят их антибиотиками. И много стран, где антибиотики выписываются бездумно. И мы выращиваем эту резистентность, с одной стороны. С другой стороны, очень плохо финансируются исследования и разработки новых антибиотиков, потому что это крайне невыгодно. Там большие вложения, и ты не заработаешь очень много на новых антибиотиках. И с этим что-то должно поменяться. Вообще, конечно, очень интересно, что именно открытие в биологии всегда оказывается самыми обсуждаемыми. Наверное, потому что мы, люди, можем их испытать на себе прямо здесь сейчас. Это касается нас непосредственно. Поэтому я хочу начать самых прорывных открытий, которые, в принципе, наверное, в ближайшее время могут изменить человечество. Самое обсуждаемое, наверное, это киспотерапия, так называемые генетические ножницы. И пишут, что это настоящая революция. Если вот на простом языке, от чего это может нас спасти? Действительно, это тот случай, когда прогресс в области ножниц гораздо быстрее, чем в области их применения. За CRISPR-Cas9 дали Нобелевскую премию прошлой осенью. Действительно, это потрясающий метод, который, главным образом, очень поменял ситуацию в науке. В лабораторных условиях ученые могут с исключительной легкостью и точностью перепрограммировать гены лабораторных животных. Но реальное медицинское применение пока что это вопрос всяких единичных прорывов. Вот мы узнаем, что кому-то вылечили рак таким способом. Мы узнаем, что кого-то излечили от редкого генетического заболевания. Так устроено, кстати, что всякие редкие генетические заболевания изучены лучше и потенциально могут лечиться лучше такими методами, чем главные большие убийцы, такие как рак, инфаркт, диабет, почечная недостаточность. Мы еще далеки от того, чтобы вот так легко перепрограммировать, не знаю, клетки коронарной системы и излечивать человека от атеросклероза и ишемической болезни сердца. И в этом контексте, наверное, особенно удивительно, а многие скажут, и дико, выглядят попытки редактировать не клетки где-нибудь в глазу, чтобы вылечить от слепоты, или клетки в поджелудочной железе, чтобы вылечить от диабета, а клетки эмбрионов, чтобы создать нового человека и чтобы он передал новые черты в череде поколений. Тут надо немножко распутать, да, мы говорим гены, гены, ДНК, ДНК. Надо понимать, что у этой темы есть как бы два лица. Одно лицо, это когда мы с вами обсуждаем, вот что, во всех клетках нашего тела одни и те же гены. Если я оставлю на месте преступления волос или окурок, там будут все мои гены, которые нужны вообще-то и в глазу, и в почке, и в сердце, они определяют работу этих органов. Но этот же набор генов рассказывал когда-то, как из одной клетки собрать вот такого человека, как я, да, сначала 3 килограмма, чтобы он родился, а потом дорастить до взрослого возраста, а потом худо-бедно поддерживать так, чтобы он не рассыпался еще сколько-то десятилетий. И эти же гены будут переданы в череде поколений. Вот эта передача в череде поколений идет по так называемой зародышевой линии. И ученые, в частности, нобелевский лауреат Дженнифер Дудна, решительно предупреждают против того, чтобы сегодня на той стадии, на которой мы находимся, редактировать клетки зародышевой линии, создавать новых людей. Нас очень интересует кризис-портерапия и какие новые болезни она вылечит, когда она будет исправлять ДНК в разных органах. Но я начал с того, что наши ножницы и наши инструменты опережают понимание, как их применять. Но, конечно, человек так устроен, что он очень хочет поприменять что-нибудь, что у него уже есть в руках. На самом деле, последствия могут быть непредсказуемы, мы пока не понимаем. Наверное, главным образом ученых беспокоит неточность их применения. Но, тем не менее, вы, наверное, уже слышали о том, что несколько лет назад в Женьшене китайский ученый Хи Чжан Куй сел в тюрьму. Сел в тюрьму, да. Кстати, очень ненадолго, он должен уже скоро выйти. Он стал первым в истории ученым, который отредактировал клетки зародышевой линии. И мы знаем о рождении по крайней мере одной пары близнецов, которые родились из таких отредактированных эмбрионов. И его идеей было сделать их устойчивыми к ВИЧ, к ВИЧ-инфекции. На этом пути он нарушил все мыслимые этические нормы. Он ввел в заблуждение родителей, правительства. И его критикуют ученые, потому что главным образом этим девочкам не нужна была эта защита. Они родились от ВИЧ-отрицательной матери и ВИЧ-положительного отца. Но на сегодня у нас есть простая технология, как ВИЧ-положительные люди могут рождать здоровых людей. Мы можем легко отмыть сперму от вируса. Правда, Хи Чжан Куи аргументирует, что в Китае таких людей не подпускают даже близко к клиникам фертильности. У них не было возможности родить здорового ребенка. Одним словом, он взял эмбрионы этих людей и кое-что в них изменил. Когда его стали рвать на части, очень сильно ругать на конференции, на которой ему пришлось про это рассказывать, такое было лаутодафе целое в Гонконге. Но я хочу вам сказать, что в любом случае вопрос о том, как создавать людей защищенными от вирусов, это интересный вопрос. Потому что мы с вами начали с пандемии, из того, что нам угрожают пандемические вирусы. Вы сказали, что это неожиданность, но для ученых это совсем не неожиданность. Они десятилетиями предупреждают нас о том, что это может случиться. Но еще я понимаю, что кризис подбирается к коронавирусу тоже сейчас. Да, это очень интересный вопрос, потому что вот Нобелевский лариат Дженнифер Дудна занята тем, что пытается создать противовирусное лекарство. У нас ведь вот как вышло, вакцины есть, и с этим очень удачно все, но это проще сделать, чем сделать противовирусное лекарство. Как вы знаете, на вирусы не действуют антибиотики, противовирусных лекарств у нас очень немного. В принципе, это все на пальцах одной руки, можно пересчитать сильные противовирусные препараты. И вот прошло полтора года с начала пандемии, и коронавирус по-прежнему неизлечим, и мы не можем спасти тех, кто умирает. И ученые интересуются вопросом о том, можно ли сделать человека защищенным от вирусов. По крайней мере, свиней таких сделали. И есть свиньи, которые защищены от двух самых опасных вирусов свиней, которые наносят в хозяйство самые большие убытки. И, может быть, эти свиньи немножечко рассказывают нам про наше будущее, когда мы будем редактировать людей. Может быть, первая вещь, которую мы сделаем, это защита от вирусов. Но это не вопрос ближайших пяти лет, скажем. Это очень острая тема. Границы контроля науки, наука и этика. Мне, вот честно говоря, в глубине души кажется, что любой человек науки, как бы он осторожно об этом публично или вслух не высказывался, в глубине души он против всех этих этических каких-то ограничений. Вот честно, что у вас в глубине души? Я понимаю этот взгляд, но из огромного количества ученых, с которыми я общался, у большинства есть честное и искреннее понимание того, что какие-то сдержки нужны и что это полезно. И метафорически говоря, если ты хочешь пользоваться ядерной энергией, тебе нужны графитовые стержни, тормоза, которые могут затормозить ядерную реакцию. И если ты хочешь пользоваться вот этими очень быстро накапливающимися достижениями биотехнологии, тебе нужны какие-то сдержки и какие-то тормоза для того, чтобы прогресс шел не слишком быстро. Вам лично, как кажется, какие самые главные камни подкровения наука, этика? Ну что там, клонирование людей, редактирование эмбрионов? Что? Ваши личные вот какие-то топ-3 или 5? Прямо ноу-гоу. Софико, личные 5. Давайте попробуем. Но номер 1 на самом деле, и это вопрос, который сейчас очень дискутируется, и я вот много говорил с людьми про это для одного из последних выпусков моего подкаста, это вопрос о том, как мы работаем с опасными вирусами в лабораториях. Интенсивно растет число вирусологических лабораторий, которые должны эти вирусы коллекционировать, мониторить, ставить с ними эксперименты, пытаясь предсказать пандемический потенциал каждого из них, разрабатывать вакцины, а для этого нужно держать вирусы в лаборатории. И то, как это происходило в последние два десятилетия, скорее всего, будет пересмотрено. Серьезные вирусологические лаборатории посреди многомиллионных городов, это опасно. Утечки происходили много раз, это скорее закономерность, чем исключение. Вирусы убегают, и это очень просто, они убегают не ножками, они убегают в носоглотке людей, которые с ними работают, и даже в сверхзащищенных лабораториях люди могут делать ошибки. Я не говорю, что это произошло в Ухане, но это нельзя исключить. И вот это тот пример, где сдержки явно недостаточно срабатывают. Вы из-за или против утечки? Ну, я, к счастью, не должен иметь по этому поводу позиции, и я думаю, что это действительно неизвестно, и действительно есть обе возможности. Это нужно расследовать, и мы увидим эти расследования в ближайший год, и тогда узнаем правду. Я очень верю в том, что расследование может показать, что произошло на самом деле. Если мне предложили бы сейчас поставить деньги, то я бы думал, что вероятность того, что он сбежал из лаборатории, примерно 10%, а что он возник в природе, примерно 90%. Может быть, 20 на 80%. И 10%, и 20% это очень много. Год назад я ни за что бы не поставил ни 10%, ни 20%. Но за год многое поменялось, и возникли всякие соображения, аргументы, и некоторые свидетельства, которые заставляют всерьез рассматривать эту возможность, по крайней мере. Окей, давайте вот другие пункты, против которых вы бы считаете камнем преткновения в науке этики. Попробую. Я пытаюсь найти в своей душе искренний сентимент против прогресса. Наверное, я довольно радикальный прогрессист. Вот о чем я и подозревала. Да, вы сейчас меня ставите лицом к лицу с этим моим свойством. Но я понимаю умом, что действительно вопросы генетического редактирования зародышевой линии, мы немножко их уже обсудили, действительно должны быть приметом довольно серьезного сдерживания. И это понятно, это происходит так. И здесь же рядом лежит вопрос о создании всяких гуманизированных животных. Потому что мы умеем гуманизировать животных до довольно радикальной степени. Одно дело, мы гуманизируем мышей так, чтобы у них в глотке были человеческие рецепторы к коронавирусу, чтобы могли заражать мышей коронавирусом. И это не очень гуманизированные мыши, у нас с ним не очень много эмпатии, правда же? Но если мы гуманизируем обезьян так, что у них довольно сильно меняется мозг, то здесь возникает вопрос про их права. Есть еще одна очень интересная тема, это вопрос о правах органоидов головного мозга. Мы умеем выращивать теперь в таком блюдечке, в чашке Петри, в толстом слое желе, такие комочки из клеток эпителия, защечного эпителия. Мы можем взять эпителии из-за щеки, перепрограммировать эти клетки в стволовое состояние и выращивать из них тысячи моих кишечников или тысячи моих печеней или моих легких, и заражать их коронавирусом. Это такие маленькие зачатки органов, это не совсем легкие, это органоиды легкого. Но моих легких, пока я гуляю по улице, можно ставить эксперимент с коронавирусом. Но этим же способом можно вырастить мой мозг. И это будет много-много копий моего мозга. И вот один из моих собеседников, Алисон Мотри, довольно спокойно про это говорит, что, ну, у них, наверное, мы скоро дойдем до уровня развития примерно как у годовалого ребенка. И я думаю, ничего себе. И потом их выливают в раковину. Там новость была, что года полтора они дошли до уровня развития такого недоношенного плода. И искусственный интеллект, который наблюдает за развитием этих мозгов, сообщил, что трафик с них примерно такой, как из мозга недоношенного плода. Казалось бы, уже должно поставить вопрос о том, что мы сделаем с ними. Потому что, представьте себе, вот живут в желе эти мозги, в них появляется мысль. И они даже не могут попросить себе поменять раствор. Не знаю, сколько это ужасно, но это челленджинг, то место, где наука развивается быстрее, чем мы успеваем подумать. Смотрите, вот вы вначале как-то упомянули, что, в принципе, коронавирус развязал руки многим российским ученым. В хорошем смысле. Да, в общем и целом, если смотреть, он как-то повлияет на этические ограничения. Потому что есть ощущение, что как бы науку спустили немножко с тормозов, что ли. Ну, не знаю, мне кажется, в мире нет. Мы видим, как, например, шли испытания международных вакцин, всяких Астрозенека, и Пфайзер. И вот обозреватели вроде меня наблюдали, как идут огромные трайлы. Мы очень ждем вакцину. Люди заперты в серьезный локдаун. И, кстати, фактор, который я не упомянул. В России еще не было серьезного локдауна толком. И тут раз Астрозенека берет и останавливает трайл, потому что у кого-то случился тромбоз или, по-моему, какое-то воспаление оболочки спинного мозга, если я не ошибаюсь. И это один пациент из миллионов. У них огромный был трайл на очень много людей в шести странах. И мы видим, как в этой ситуации регулятор, ну и, собственно, сам производитель ставит на паузу исследование, которое все очень ждут, пока не разберется с этим воспалением, не докажет, что это не связано с вакциной. И все ждут, что будет с этим одним человеком миллионы доз не вкалываются, потому что все стоит на паузе, никакие углы не срезаются. Это очень важно, потому что мы боимся, что вот эти нормы военного времени, мы боимся, что эти нормы потом закрепятся. Вакцина в этом смысле просто счастливый случай, потому что это, в принципе, очень безопасный класс препаратов. Но будет плохо, если таким же способом дальше будут исследоваться препараты, которые снижают давление или препараты против рака. Есть и обратные случаи, где наоборот наука влияет на этику. Вот меня, например, поразила ваша история о том, что в Америке снимки у томографов, где видно, что у человека центр волевого контроля созревает довольно поздно, дошли аж до Верховного Суда. То есть мы на пороге того, что в каждом отдельном случае судьи будут определять степень ответственности человека с помощью что, нейрофизиков? Ну, до этого может быть далеко, но вы действительно упомянули этот случай. Действительно, это был один из аргументов, почему в ряде штатов возраст смертной казни повышается. Считается, что до 25 лет человек не может в полной мере осознавать последствия своих действий настолько, чтобы отвечать за это своей жизнью. Наверное, да, наверное, нейронаука влияет и будет влиять на все сферы нашей жизни. Мозг стал действительно таким очень важным героем. Это вопрос теперь перед нами всеми, как жить, если у меня в голове мозг. И мы все больше и больше узнаем о том, как он принимает разные решения, как он ставит нас об этом в известность. С другой стороны, чем больше мы про это знаем, тем больше у нас есть возможности впервые в истории нашей цивилизации повлиять на этот процесс. Возможно, мы входим в эпоху, когда нам доступны гораздо лучшие решения. И это влияет, ну, например, на такие вещи в нашей культуре, как стереотипы, ну, скажем, то, как мы ценим уверенного человека, который умеет ударить кулаком по столу и сказать, будет вот так. Но нейронаука нам рекомендует больше и больше ценить неуверенность. Момент, когда я не уверен, что я точно знаю, как лучше поступить, на самом деле чрезвычайно ценный. Неуверенность означает, что разные системы принятия решения в моей голове, в своем торге и в своем диспусе, который там происходит, зашли в тупик. Ни одна из систем не одержала легкой победы. И это момент, когда я могу вмешаться и понять, что там реально происходит. в мозге есть масса довольно нерациональных и древних алгоритмов, которые иногда работают очень хорошо и очень эффективно и в каких-то ситуациях лучше не мешать им. А в каких-то ситуациях они легко ведутся на какую-нибудь мерчендайзинговую подачку, например, если мне предлагает реклама какой-нибудь или партнер, или в сделке мне предлагают какой-то бонус. Эти системы очень легко на них клюют. Неуверенность – это ценный момент, когда я могу вмешаться в то, что происходит у меня в голове и обрести контроль над этим. И наша цивилизация сделается не слабее, а сильнее, если она будет больше ценить неуверенность. И когда готовилась к массовой встрече, я вообще обнаружила, что Сколы у нас юбилей. 5 июля – важная дата, ровно 25 лет с тех пор, как появилась на свет первая клонированная млекопитающая – овечка Доли. Тогда вообще в конце 90-х, когда это произошло кронирование, казалось самым прорывным, но одновременно достаточно страшной, пугающей историей. А что за эти 25 лет, за эти четверть века изменилось в этом смысле? Ну, не очень это продвинулось. У млекопитающих есть всякие проблемы с клонированием. По ряду причин эти организмы рождаются довольно нежизнеспособными и такими больными и старыми, как и овечка Доли, собственно. Но за эти 25 лет наступил прорыв близко к этому области. Мы все-таки можем взять клетки взрослого организма и перепрограммировать их так, чтобы они стали ну, почти как у эмбриона, который только начинает развиваться и выращивать из них органы и органоиды. И в следующие 25 лет довольно вероятно, что мы сможем выращивать органы на запчасти. Делать так, чтобы из клеток кожи можно было бы вырастить новые почки, новые печени и сердца. Следующие 25 лет, скорее всего, принесут практически эту возможность. Это, кстати, зависит от того, насколько быстро мы научимся выращивать химер человека и животного, потому что эти почки, мои почки из моей кожи, из клеток взятых у меня из-за щеки или из моей крови, мои почки надо будет выращивать, скорее всего, в свиньях или в баранах. Для этого надо на очень ранней стадии перемешать эти два эмбриона так, чтобы получилась химера. И чтобы это в итоге вырастало бы вот такой хрюша, но в нем было бы немножечко меня и в разных частях тела было бы сколько-то моих клеток, а там, где у хрюша вырастают почки, были бы исключительно или по большей части моей клетки. Я, наверное, готов отправить этого хрюшу под нож, чтобы потом получить почки, но если у него довольно много моих клеток будет в мозге, чем их там будет больше, тем будет его жальче. И с химерами дело развивается довольно неплохо, поэтому ученые всерьез переходят на приматов и есть такой ученый в Сан-Диего Бельмонте, который начал делать таких приматов, правда, в Китае это связано с законами, и он еще не показал миру живую родившуюся такую макаку, но к этому идет дело. И в Японии тоже узаконили рождение химер человека и животных. Во всем мире ведутся эти эксперименты, но обычно эти химеры доращиваются до размера полтора сантиметра и вынимаются, скажем, из свиньи, и дальше их надо порезать и доказать, что там достаточно человека в них. Но вот есть уже страны, в которых можно рождать живых таких, уже дорощенных до младенческого состояния химер. И в ближайшие годы мы увидим интересных химер человека и животного, и ученые кажутся близки к тому, чтобы сделать так, чтобы в этом животном целый орган был по большей части человеческий. У меня очень смешанные чувства по этому поводу, если честно, поэтому я вас слушаю немножко с ужасом. Какую из этих частей вы отправляете на шашлык, да, а какую часть мы будем пересаживать мне? Надо не перепутать. Тяжелый выбор, понимаете? Ладно, давайте сейчас перейдем к теме, которая меня не так сильно ужасает, но все равно немножко меня пугает, просто для меня это неизвестная история. тема взаимодействия человеческого мозга и искусственного интеллекта, если я не ошибаюсь, это даже есть термин такой нейроинтерфейс, правильно, да? Почему вас так интересует вот это сращивание искусственного интеллекта и человеческого мозга? Ну, это очень интригует, потому что, наверное, из всех инструментов, которые нам доступны, этот самый потрясающий и самый быстро развивающийся нейросети глубокого обучения, нейросети, которые могут обучать сами себя, сыграть сами с собой 30 миллионов раз в шахматы и придумать свой способ играть в шахматы. Вот у меня был в гостях 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, который наблюдают, как играют современные дети, натасканные в боях с компьютерными движками. И тут происходит потрясающее такое двустороннее сращивание между инструментом и тем, кто им пользуется. С одной стороны, нейросети многому учатся у людей. Это хорошо или это плохо? То есть, понятно, что вот этот вечный вопрос про то, что они создаем ли мы нечто, что нас будет опережать в разы, и как бы он разузнает наш мозг лучше, чем мы его разузнали, а дальше как бы нам капец. Мне кажется, красота в том, что они думают по-другому. И это очень интересно, потому что это дает чрезвычайно плодотворное сотрудничество. И вот тот же Каспаров в одном из моих выпусков говорит, что он считает, что будущее, если говорить про шахматы, будущее за как он это называет, advanced chess, когда идет сотрудничество человеческого мозга и компьютерного мозга. И он акцентирует, что компьютеры будут умнее и умнее, но всегда будет оставаться какой-то элемент мышления, какой-то тип мышления, который специфический человеческий. Вы говорите, что красота в том, что они думают по-другому. Они думают по-другому, потому что у них нет чувство, потому что у них нет сдлости, нет алчности, поэтому, собственно, они не представляют никакой угрозы человечеству. В этом смысле? Я говорю, что это очень интересно, что они думают по-другому, Потому что это дает чрезвычайно плодотворное сотрудничество. Когда наши свойства дополняют свойства нашего инструмента, или наоборот, наш инструмент дополняет наши свойства, я лично собираюсь не погибнуть, а стать очень умным и очень продуктивным. И это, наверное, уже происходит в чем-то, потому что иногда вот мой телефон, который явно использует искусственный интеллект для того, чтобы делать интересные фотографии. Я вижу свет по-своему, я вижу композицию по-своему, но он иногда делает свои удивительные, интересные предложения. Я думаю, что этот инструмент сделает нас всемогущими в первую очередь, позволит открыть потрясающие новые лекарства. Мы с вами говорили про закат эры антибиотиков, но, например, искусственный интеллект может посмотреть на все существующие антибиотики, понять, как устройство атомов в этих молекулах определяет их антимикробные свойства, а дальше проанализировать 3 миллиона разных молекул в библиотеке и найти совершенно новые антибиотики, про которые мы не думали до этого. Это нас, кажется, не убьет, а наоборот даст нам шанс на жизнь в ситуации, когда у нас напали бактерии. Так что я думаю, что это делает нас всемогущими. Впрочем, вы имеете полное право мне не доверять и считать, что меня послал искусственный интеллект. Черт! Когда Иван Маск запускал нейролинк, он тогда еще сказал, что все, мы уже все киборги, так или иначе. Вот по-вашему, когда мы станем киборгами? Когда человек и машина или инструмент, которым он пользуется, уже станет одним целым? Ну, это сложный вопрос, потому что если это не метафора, если это буквально киборг, то на сегодня это человек с отверстием в черепе, которому туда вживили разъем. И таких людей много. И это добровольцы в лабораторных испытаниях. Обычно это парализованные люди, которые через этот разъем устанавливают интерфейс мозг-компьютер и при помощи мысли, ну, например, пытаются сказать компьютеру, что они хотят попить, чтобы им налили воды, или чтобы компьютер управлял мышцами на их руке. И в этом смысле будущее зависит от того, как быстро такие интерфейсы станут неинвазивными, как быстро мы сможем делать это просто через кость, используя такую беспроводную связь, если можно так выразиться, между нейронами и разъемом. Ученые говорят, что это вопрос не очень отдаленного будущего, и такие разработки ведутся. Когда наступит массовая чипизация? Она все-таки будет добровольным выбором и информированным. Тут важно информированное согласие. И некоторые вещи уже сегодня можно делать через кость. Я вот пришел к моим бывшим школьникам, которые работают в высшей школе экономики. Они мне надели на голову такое устройство, и они нашли, где у меня левая рука, которую я им ставил отметки в журнале, и научились дергать это моими пальцами через кость. Так что что-то можно делать через кость. Но, вероятно, в ближайшие 10 лет эта технология сильно продвинется, как говорят мои собеседники, и мы сможем делать очень интересные вещи тогда. Ну вот бывший директор Нейролинка, который вот оттуда ушел в своем блоге, пишет, что он уверен, что в очень близком будущем исчезнут дисплеи и мониторы, и мы сможем, закрыв глаза, увидеть то, что мы сейчас видим на дисплее и на мониторе, и что это поколение будет не понимать, как это мы жили в такой темноте, закрыв глаза. И это черное пространство будет использоваться для информации, и этот вопрос может быть довольно близко в будущем. Но это, если говорить буквально, Софико, если говорить метафорически, то, я думаю, это вовсю происходит. Мы очень сращиваемся с нашими устройствами. Две нейросети договариваются друг с другом. Дети учатся, не знаю, строить свои поисковые запросы, и говорить на том языке, на котором их хорошо понимают роботы. И это меняет язык. Это момент, когда одна нейросеть договаривается с другой. Они говорят более простыми фразами для того, чтобы их хорошо понимали роботы. Это меняет язык следующего поколения. В этом смысле это двусторонняя дорога, и движение по ней происходит очень быстро. Мне кажется, друзья, это отличный момент напомнить вам, что у нас замечательная беседа. Я уверена, вам интересно нас слушать. Пожалуйста, не забудьте ставить лайк, нажать колокольчик, подписаться на мой YouTube-канал. А я, Илья, хочу перейти к теме, которая меня сейчас волнует больше, чем все, что мы обсуждали до этого. Я на правах молодой мамы хочу поговорить с вами, как с главным в России по полежатому науке, и в первую очередь среди детей. Вот на ваш взгляд, чем постижение мира нынешних детей отличается от нашего? О чем они эффективнее? В чем слабее во время обучения? Ну, есть одно большое различие, очевидно, что этому поколению доступно гораздо больше информации. Если они начинают чем-нибудь заниматься, ну, например, играть в шахматы, учатся играть в шахматы. Как сказал мне вот в интервью Каспаров, крупные шахматисты прошлого просто не вышли бы из дебюта, играя с современным юношей, просто потому, что у него в игре с компьютером он получил огромное количество информации о дебютах. И это может быть такой очень выпуклый пример, который иллюстрирует, что если они чем-нибудь начнут заниматься, эти дети, что-нибудь изучать, ну, работать над какой-то проектной задачей, например, делать какой-нибудь проект, им будет доступно чрезвычайно много информации. И это огромное благо. Они живут в совершенно другом информационном пространстве. Огромные избыточности информации. Избыточность, мне кажется, это очень важное слово. И это интересное слово. Иногда просто бывает, что эта избыточность, это как некий недостаток. Я не думаю, что это насущная проблема. Мне кажется, что это переоцененная опасность. Мне кажется, что мозг может иметь дело с очень большим количеством информации, особенно когда он мотивирован и заинтересован, ему нужно про это как можно больше всего узнать. Я думаю, что действительно остро перед человеком в новом поколении встает вопрос ресурса внимания и переключения внимания. Это очень сложно, потому что при таком большом количестве разных потоков очень сложно сохранять то, что называется агентность, когда ты выбираешь, про что ты сейчас думаешь. И ты выбираешь, чем ты сейчас занимаешься. И постоянное переключение между задачами, ну, особенно острое это сказывается в соцсетях, скажем. Мозг очень ценит новизну. И в условиях, в которых мозг формировался, это понятная вещь. Мозг должен все время исследовать новые горизонты. Это то, как мозг обучается. Но в норме мозг ребенка умеет выбирать, какую именно новизну он сейчас в себя впускает и что именно его сейчас интересует. А вот при таком действительно обрушивающемся на него шквале, этой очень разной стимуляции, эти механизмы могут ломаться. У мозга может не быть возможности где-то поставить паузу, что-то обдумать, что-то переварить, что-то доусвоить. И в этом смысле ребенку нужна помощь. Очень важно, чтобы мы могли как-то структурировать его занятия и пространство, его экранное время. Здесь я не скажу ничего нового. Действительно, чрезвычайно важен родительский контроль над тем, как человек пользуется электронными устройствами и как устроена его экранная жизнь. Но я так понимаю, что там ребенку условно там пятилетнему можно там поставить такое ограничение полтора часа, потому что ты это можешь контролировать. Но когда это уже подросток тренадцатилетний, ну это совершенно вне контроля родителя. Он в школе весь день, он делает, что он хочет. Но если только не купить ему телефон и планшет, но тогда он как бы выпадает из общества, скажем так. Да, все так. Ну, на самом деле до лет 14 вполне реально удерживать вот примерно такую квоту. Там есть еще всякие лайфхаки. Например, смартфон, вещь, конечно, более токсичная, чем комбинация планшета и дампфона. Можно иметь кнопочный какой-то интересный телефон, может быть, он какой-то такой с интересным дизайном или неубиваемый или с очень мощным аккумулятором, который кнопочный и специальное устройство, планшет, который ты не будешь все время вынимать из кармана и разблокировать много раз в день. Это хорошо работает, вот такое распределение эргономики между двумя устройствами. Учитывая все те факторы, которые вы перечислили, что сейчас новому поколению очень сложно сконцентрироваться, вот эта история внимания, переключения. Вы для своих детей какими критериями руководствовались, когда выбирали школу? На самом деле очень важно, насколько вы в своей семье можете создать какой-то культ любопытства и культ любознательности. Насколько вам самой что-нибудь интересно. Вот я вижу, что вы очень любознательный человек. И если есть вещи, которые вас очень интересуют, это обязательно как-то просочится. Может быть, не самым буквальным образом, не обязательно ребенка будет интересовать то же самое, но его мозг будет тренироваться на вот этот навык, получать награду, дофаминовую награду в виде какой-то интересной новизны, в виде чего-то нового, интересного, в виде такого исследования мира. И здесь важна вот следующая вещь, мне кажется, очень, и она есть, кажется, во всех школах, где учатся все эти разные шесть детей, с которыми я живу. Это насколько школа может создать ситуацию какого-то практического эмпирического исследования мира. Ходят ли они каждый день гулять? Насколько дети занимаются экспериментами, какими-то практическими вещами, руками, работают руками, что-нибудь делают? Наверное, это тот минимум, который все-таки можно попытаться найти и выбрать в школах. А вот вообще, какие сейчас главные тренды в обучении? Я не имею в виду только тренды, которые связаны с какими-то высокими технологиями, но, может быть, с какими-то психологическими или социальными прорывами. Это навыки самостоятельности и навыки сотрудничества. Это две очень сложные вещи и для традиционной советской системы обе они довольно неинтуитивны. Высокий вес самостоятельности это когда ты должен решать, какими путями решать, решить какую-то задачу. Может быть, простую задачу, может быть, это простой химический эксперимент, но очень важно, например, чтобы в этом эксперименте не было бы запланированного результата, который ты должен достичь и подогнать под результат. В традиционной системе эксперимент, который не удался, это просто повод снизить оценку. А в современном подходе любой эксперимент важен и ценен, ты должен просто понять, что произошло, попробовать поставить новые дополнения, эксперимент, исследовать причины, что и почему не получилось. А про сотрудничество? Сотрудничество это еще одна вещь, которая очень сложно дается многим образовательным учреждениям, потому что у нас в этом смысле есть такой шрам от советского прошлого. В советской школьной системе было запрещено разделять детей на более талантливых и менее талантливых, и в какой-то момент возникли спецшколы, которые очень хорошо учили, но для этого им надо было отбирать талантливых детей. И лучшее, что мы как бы могли сделать, это создать ситуацию конкуренции, ну как бы в противовес такому советскому болоту, в котором просто ничего не происходит. Нам очень важно сделать следующий шаг и пойти дальше вот такой примитивной конкуренции. В современном мире жизнь чрезвычайно сложно устроена, и человек почти ничего не будет уметь и ничего не будет мочь, если он не умеет сотрудничать, если он не умеет свои сильные стороны поставить рядом с сильными сторонами другого человека и сделать так, чтобы проявились и ты, и я. и это вещь, которую надо учить, этому, это непросто. Но вот я приведу пример исследования, которое я один раз тоже освещал, как репортер, которое провели в шотландских школах лет 10 назад, может быть, 7 лет назад, в течение двух лет, и они брали неблагополучные школы, где один учитель и много детей, плохая успеваемость, они разделили детей на пары. Ребенок из третьего класса учил ребенка из второго класса в течение полугода три раза в неделю по 20 минут читать и считать и писать. И это дало какой-то бешеный результат, там очень улучшилась успеваемость, эти маленькие учителя оказались невероятно эффективными. Я брал интервью у профессора, который затеял это исследование, и я его спросил, как он подбирал пары слабому ребенку, у, наверное, сильного учителя, потому что он слабый, значит, ему нужен более сильный напарник. И он сказал, нет, 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 вы, кажется, ничего не понимаете. Конечно, не так. Слабому ребенку слабого учителя, а сильному ребенку сильного учителя. Я спросил, ну как же так, вот этот слабый учитель, он будет только умножать незнание и ошибки. Он говорит, ну взрослый учитель тоже может делать ошибки. Идея совершенно не в этом, а в том, что эти люди должны хорошо подходить друг к другу по складу, они должны хорошо находить общий язык. И больше вероятности, что эти два не очень успевающих ребенка найдут общий язык между собой. Это самое важное, это момент, когда формируется сотрудничество. Любой родитель, он мечтает вырастить какого-то гениального ребенка, условно там Нобелевского лауреата. Я, правда, мечтаю, чтобы мой сын стал великим дирижером, но многих знаю, кто хотят, чтобы вот мой ребенок будет Нобелевским лауреатом, он получит Нобелевскую премию. Вот можно сделать так, чтобы сознательно вырастить Нобелевского лауреата? Думаю, нет. Я думаю, можно сознательно вырастить закомплексованного и очень нервного человека. Лучше всего мы можем испортить и нагрузить человека самыми разными комплексами и несбывшимися ожиданиями, которые на него возлагает родитель. Знаешь, вот мне ужасно нравится книга, которая называется Far from Tree Яблоко от яблони. Это такая замечательная книга про родительство. Она начинается, по-моему, с самого лучшего вступительного абзаца. Я переведу на русский. Автор пишет Нет такой вещи, как репродукция. Есть просто размножение, но дети, которые входят в нашу жизнь, в действительности это незнакомцы, с которыми судьба свела нас на какое-то время. И самая большая ошибка думать, что в детях мы воспроизводимся. Они могут быть похожи на нас внешне, но в действительности судьба нам доверила на какое-то время ответственность из-за совершенно другого человека. И чем раньше мы это поймем, чем раньше мы поймем, что на самом деле нужно этому человеку, тем меньше мы наломаем дров. Мы можем, как родители, дать им разные возможности. И здесь тоже важна мера не слишком много и не слишком мало. Избыток выбора может парализовать возможность выбирать. Это еще, кстати, один интересный очень урок из нейронауки. Оптимальное количество типов варенья, если ты производишь варенье, это примерно шесть разных вариантов варенья в твоей линейке. Не делай 24 варианта, потому что это парализует выбор. Важно дать достаточно разнообразную среду. Дети, которые растут просто в бетонной коробке, будут депривированы. Важно, чтобы они как можно больше всего разного нюхали, пробовали на вкус, пробовали делать, чтобы они пробовали разные виды, разные стили обучения, разные стили обучения подходят разным детям. Важно, чтобы у них было так побольше возможностей, которые ты можешь им дать. Но не надо переоценивать в этом смысле свои роли. Эти незнакомцы пойдут во многом своим путем, и твоя роль в этом смысле довольно ограничена. Круто. Вот прямо на посащок посоветуйте нам какой-нибудь крутой нон-фикшн про детей, даже не с точки зрения психологии, а вот как с ними быть. Вот моя любимая книга это действительно Эндрю Саломон Far From Tree. Яблони от яблони, я бы ее так перевел. По-моему, ее нет по-русски, и это непостижимо, что ее до сих пор не издали. Но это дико интересная книга про родительство. Ну, у всех на слуху, наверное, вот эта книга «Французские дети не плюются едой» Памела Друкерман. Она интересная, потому что она интересна для нашего поколения родителей, которые измучены вот этой либерализацией и в современном мире, в котором у нас очень мало прав, как у родителей. Памела Друкерман рассказывает о своей жизни во Франции и о довольно традиционной системе французского воспитания, в чем-то устаревшей, может быть, чересчур жесткой, но и на это интересно посмотреть, как бы, находясь по ту сторону в той ситуации, в которой мы находимся. У меня большое впечатление произвела книга Даниэля Пенако «Как роман». Настолько, что я полетел во Францию тогда, вот несколько лет назад, прошел собеседование у его секретаря на мое знание французского и получил право взять у него единственное русскоязычное интервью. Это книга о том, как соблазнять детей чтением. Поскольку я как раз из поколения родителей, которые прочитали эту книгу, ее пытались применять, у меня к нему накопились вопросики, и поэтому я решил его расспросить. Мне понравилось, как он отвечает, например. Ну, эта книга, она, конечно, супер такая либеральная, да, это о правах читателя, о том, что читатель имеет право бросать книгу, читать одновременно две книги или три, читать в разных местах, не любить то, что он прочитал, и разные другие симпатичные вещи. Я как-то его спросил тогда, вот скажите, а если ребенок требует купить какую-нибудь жуткую дрянь в качестве книги с уродливыми иллюстрациями и очень несимпатичным содержанием, что делать? Он сказал, конечно, не покупать, вы имеете полное право. И это было очень неожиданно для человека, который вот символ либерализации, эмансипации, как бы детского чтения. У вас есть свои права, в этом смысле, как у родителей, у вас есть свой вкус, вы можете сказать, что вы не хотите это покупать. Он отправится к друзьям и будет читать эту книгу под одеялом, потому что запретный плод очень сладок, и на это вы никак не повлияете. Но у вас есть право покупать или не покупать то, что вам нравится или не нравится. Мне очень показалось обаятельным вот такая неожиданная традиционность, которая в это месте вылезает. Еще я вас спросил, сколько времени читать детям вслух. Вот это, кажется, страшно важная вещь. Дети любят, когда им читают вслух. И это такая важнейшая квота внимания, которую они вам выделяют почти бесплатно. Вы на полчаса перед сном получаете право на этот трафик, довольно эксклюзивное право. Если вы завели с детства эту традицию, это может очень хорошо работать. У меня, кстати, уже, знаешь, вот эти старые книги, еще детство моего отца, который мне папа читал. И я как раз их отложила сейчас для Андреи, чтобы ему начать читать. Вот с какого возраста уже имеет смысл это делать, когда это уже эффективно и интересно и забавно? Ты увидишь, он сам тебе скажет. И он скажет тебе, какие книги читать, в том смысле, что ты будешь читать разные, а он будет что-то слушать охотнее, что-то менее охотно. Но ты же его очень хорошо уже знаешь, и ты человек, который работает в медиа. это твой самый ответственный медийный опыт. Твоя аудитория будет переключать канал моментально и отписываться от тебя. И вот тебе важно не получать дислайков. Это очень азартное и симпатичное занятие. И ты увидишь, что какие-то твои любимые детские книги вообще не канают, и у тебя вообще ничего с ними не получается. кажется, Жюль Верна, например, отменили уже все, к сожалению. Вот, а какие-то вещи очень хорошо работают, например. А про какие-то вещи ты, например, тебе придется заново задумываться. Вот я прочитал сейчас в Нью-Йоркере прекрасную статью про маленького принца о том, что 80 лет спустя мы так и не понимаем, про что была эта книга. Действительно, это очень странно. если ты попробуешь почитать ее вслух, это такой тест, попробуй почитать что-нибудь вслух. Это очень интересное занятие. Вот я с моими книгами написал три детских книжечки, и мой опыт это читать их вслух детям, и тогда видишь, что там хорошо, что плохо, что не получилось, что получилось, в какой момент они отвлекаются. И это ценнейшая возможность, потому что книг сейчас очень много, они очень красивые, здорово изданные, и на разных языках, и это создаст такую прекрасную линию производства смыслов между тобой и твоим сыном, которая будет продолжаться, пока он тебя не уволит. И это случится. И я задал этот вопрос Пинаку, сколько времени читать детям вслух, он сказал, пока они вас не уволят. Но это может продолжаться лет до 12. это последние чудесные часы, когда уже совсем взрослый ребенок, но вы все еще проводите это время вот в такой близости, потому что вы это читаете, вы это обсуждаете. Чтение перед сном это такой момент социального перемирия, потому что вечер это такой момент пиковой всеобщей часто агрессии, потому что там есть рутина, которую надо провернуть, и надо сделать уроки, чтобы все поели и умылись. А чтение это такой короткий момент перемирия, когда мы оставили все дела и делаем то, что нам интересно. Нет, дорогой, мы уже к концу нашей программы, к нашего разговора плавно перешли на ты, мне кажется, это закономерно, потому что мы заговорили о детях. Спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Я надеюсь, что первый, но не последний, и что мы встретимся с тобой, ну как минимум через год хотя бы, чтобы еще какую-то переоценку дать всему происходящему. Спасибо, Софико, и удачи с твоим новым проектом по выращиванию нейросети, этой самой чудесной нейросети. Удачи с этим. Спасибо большое, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,